МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редакция Телеэкспресс представляет новости нашего города. В студии Кирилл Мигель. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о некоторых темах. Стройка во дворе жильца дома 15Б по проспекту Мира обеспокоены тем, что прямо под их окнами появится развлекательный комплекс. Почему горят машины? Мы провели опрос среди горожан. О том, какой ответ набрал наибольшее количество голосов, смотрите сегодня в выпуске. И, друзья, четвероногие. Завтра в Ноябрьске пройдет региональная выставка собак. Ирина Соколова тоже ушла в администрацию Ставрополья. Следом за первым заместителем губернатора Ямала Владимиром Владимировым автономию покидает еще один заместитель Дмитрия Кобылкина. Ирина Соколова. Ее отправляют в Ставропольский край на помощь бывшему коллеге. Она станет вице-премьером и займет место руководителя аппарата правительства области. Командировка Соколовой продлится год. На Ямале с 14 октября замещать Ирину Соколову будет консультант главы аппарата губернатора Наталья Фиголь. 160 миллиардов рублей такой суммы к концу года может достигнуть общероссийский долг за коммуналку. В ряде регионов такая задолженность может привести к коммунальному коллапсу. По информации экспертов, на 1 октября 2013 года долги за услуги ЖКХ в целом по России составили более 152 миллиардов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано рост сразу на 27,2%. Высокий уровень безработицы, низкий уровень доходов населения, рост задолженности по выплате зарплаты, повышение тарифов сразу на 12%. Основные причины несвоевременной оплаты услуг, сообщает мнение экспертов «Комсомольская правда». Кстати, для ямальцев тарифы на ЖКУ заморозят. Существенных изменений в сторону увеличения жители региона не почувствуют. Об этом заявил первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников. Власти решили заморозить тарифы на газ, электричество и грузовые и железнодорожные перевозки для промышленности на 2014 год и в последующие два года повышать их на инфляцию предыдущего года. Тарифы для населения в течение трех лет будут индексироваться по формуле «инфляция минус» на уровне инфляции предыдущего года с понижающим коэффициентом 0,7. В настоящих условиях, давайте будем говорить откровенно, стагнации доходных частей в экономике делать необходимо. В поднятии тарифов правительство страны поставило планку, через которую переступать нельзя. В связи с этим, наверное, будет дополнительная нагрузка на бюджет. Но самое главное в том, что население в наших северных условиях не почувствует существенных движений в сторону роста, отметил заместитель губернатора округа. Жильцы дома по адресу проспект Мира, 15-Б, в недоумении. Уже две недели на их придомовой территории ведется стройка. Вот только чья она и что в итоге здесь появится, они не знают. Рубрика «Жалуйтесь, критикуйте, хвалите». Паспорта на строящемся объекте мы не нашли. Да и был ли он вообще, задаются вопросом жильцы ближайших домов и уверяют, что их о начале строительства не оповещали. Первым делом за разъяснениями люди отправились в управляющую компанию. Там, по их словам, заявили, на этом месте будет развлекательный комплекс. Мы понимаем, конечно, что в любом случае здесь стройка будет. Но не развлекательный комплекс между двух домов, которых нет 10 метров между ними. Более того, уверяют люди, и застройки фундамент их домов, которые тоже, кстати, совсем недавно построены, повредился. Досталось и обшивки с утеплителем. И еще один из немаловажных вопросов – будет ли у комплекса собственная коммуникационная система. Водоснабжение, теплоснабжение к электросетям. Есть отдельное подключение. Нет, они прорубили фундамент и хотят подключиться к нам. Лучше бы на это место детскую площадку перенесли, сетуют жильцы. Сегодня их детям приходится играть рядом с мусоркой. А после дождей даже сюда попасть невозможно. Затапливают полностью. А еще беспокоят то, что если заведение будет ночным, оно может пагубно повлиять на местную молодежь. Магазины даже, где стоят возле, впритык к домам. В этих магазинах запрещают спиртное продавать, запрещают сигареты продавать. Здесь будет развлекательный центр. Даже та будет бильярдная, но это будет ночное заведение. В Управлении архитектуры и строительства, правда, по телефону, но рассказали. Все законно и разрешение у частного предпринимателя на строительство имеется. Вот только будет ли это именно ночное заведение, пока нам неизвестно. Юлия Москалик, Анатолий Присич, Новости нашего города. Для того, чтобы получить более подробную информацию и более конкретные вопросы, которые интересуют людей, мы направили запрос в муниципалитет. Ответ мы рассчитываем получить в ближайшее время. Не справился с управлением. Сегодня в Ноябрьске на перекрестке улиц 40 лет победы и изыскателей произошло очередное ДТП. Водитель автомобиля Mercedes-Benz в четвертом часу утра влетел в дорожное ограждение. К месту происшествия были направлены спасатели, полицейские и врачи скорой. Что стало с иномаркой, объяснять нужно вряд ли. Скорее всего, к жизни ее уже не вернут. А вот водителю повезло больше. Молодой человек 92-го года рождения с незначительными травмами был доставлен в больницу. Сегодня в местном отделе полиции подвели итоги работы за 9 месяцев текущего года. Начали с приятного. 12 октября 95-летний юбилей отметит отдел по работе с личным составом. По случаю праздника благодарности окружного руководства за безупречное исполнение своих обязанностей получили двое сотрудников кадрового подразделения. Кроме того, все специалисты получили денежные премии и, конечно, в их адрес звучали слова поздравлений. Здоровья, счастья, хорошего настроения и выдержки вашей нелегкой профессии. Ну а после полицейские перешли к основным вопросам. За 9 месяцев этого года в Ноябрьске было совершено 1389 преступлений против 1382 за аналогичный период прошлого года. В целом, отметил исполняющий обязанности начальника полиции Игорь Степанчук, с поставленными задачами стражи порядка справляются, но общий низкий уровень раскрываемости преступлений говорит о том, что поработать еще есть над чем. По-прежнему у нас не изжиты недостатки в организации взаимодействия служб при раскрытии преступлений. Состояние агентурно-оперативной работы не в полной мере отвечает предъявленным требованиям. Линейно-зональный принцип работы подразделений и полиции носит весьма декларативный характер и не является реалией нашей работы. В результате даже те, полученные в отчетном периоде положительные результаты раскрытия, например, поджогов, сбыта наркотиков, выглядят скорее случайностью, чем закономерным итогом нашей совместной целенаправленной и планомерной деятельности. Четыре должностных и одно юридическое лицо привлечены к ответственности по результатам операции «Водоисточник». Недавно ее завершили сотрудники пожарной охраны. В городе насчитывается 1419 пожарных гидрантов, 126 водоемов и одна водонапорная башня. И лишь два источника на сегодняшний день остаются неисправными. Это два гидранта на территории сельхозкомплекса «Ноябрьский» и в районе выезда спецчасти по тушению крупных пожаров второго ФПС. Пять районов города попали под категорию так называемых «безводных». Водоснабжения на экстренный случай здесь нет вообще. Ну а там, где оно есть, тоже нередко возникают проблемы. Это перемерзание водоводов, замерзание пожарных водоемов в связи с отсутствием теплоспутников. Это актуально в зимнее время, для чего и проводится данная операция «Водоисточник». Руководителям предприятий, на балансе которых состоят данные источники нужного противопожарного снабжения, направлены информационные письма с предложениями устранения нарушения данных требований пожарной безопасности. Если горят машины, значит это кому-нибудь нужно. В последнее время в Ноябрьске с пугающей регулярностью поджигают чужие автомобили. С начала года в городе от огня пострадали более 30 железных коней. В 11 случаях причиной стал поджог. Новости нашего города решили выяснить, почему, по мнению горожан, это происходит. Итак, в опросе на нашем сайте и в группе ВКонтакте приняли участие около полутора тысяч человек. Абсолютное большинство респондентов в соцсети, более 44%, считают, что машины поджигают хулиганы. Около 20% главной причиной поджогов считают месть. Почти одинаково в пожарах, по мнению горожан, виноваты автомобильные подогревы и мистика. А вот в неудачное стечение обстоятельств верят менее 4% опрошенных. Добавлю, каждый пятый респондент уверен, что у хороших людей автомобили не горят. Отмечу, новости нашего города предлагают вам принять участие в новом опросе. На этот раз мы попытаемся выяснить, в чем заключается главная проблема ноябрьских дорог. В администрации города подвели итоги конкурса по предоставлению субсидий на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций. Победителями стали ноябрьская городская общественная организация, Содружество детских объединений «Ямал», некоммерческая организация «Благотворительный фонд Возрождение» и «Ямало-Ненецкий окружной благотворительный фонд «Ветеран». За победу в конкурсе эти организации на реализацию своих проектов получат по 100 тысяч рублей. Талантливая молодежь «Ямала» получит премии главы региона, лауреаты уже утверждены. Всего присуждается 20 премий по 20 тысяч рублей каждая. Все они носят персональный характер и присуждаются молодым ямальцам в возрасте от 14 до 25 лет по результатам только одного мероприятия – Олимпиады или конкурса, проводимого в округе. Ноябрьцы отличились в нескольких направлениях, таких как социально значимая и общественная деятельность, и художественное творчество. Выплата премии лауреатам осуществляется за счет средств окружной долгосрочной целевой программы развития системы образования региона. А фамилии тех, кому достанется премия губернатора, можно посмотреть на официальном сайте правительства «Ямала». Зимнее время вернется в Россию в октябре 2014 года. Об этом сегодня сообщают ведомости. Таким образом, в этом октябре переводить стрелки не понадобится. В среду о таком компромиссе заявил инициировавший законопроект о возврате зимнего времени депутата Единоросс Госдумы Владимир Гутенев. Он сказал, что крайний срок перехода на ранее существовавшую систему исчисления времени не принципиален. Если нет возможности сделать это в 2013 году из-за возможных проблем с исполнением некоторых контрактов по трансляции предстоящих олимпийских соревнований, парламентарии готовы подождать. По словам Гутенева, если правительство согласится на компромисс, то депутаты, уже 14 человек подписались под этой инициативой, готовы вернуться к обсуждению этого вопроса после Олимпийских игр в Сочи. И далее в выпуске коротко о спорте. Второй отрезок прошел в относительно равной борьбе и без заброшенных шайб. А в третьей 20-ти минутке гости вернулись в игру, сократив разрыв в счете до минимума. Витязь пошел вперед отыгрываться, оголив тылы и был за это наказан. За 4 минуты до финальной сирены Александр Пережогин зажигает на табло окончательный результат встречи 3-1. В ноябрьском спорткомплексе «Зенит» стартовал открытый турнир по волейболу на Кубок «Газпромдобычи» «Ноябрьск», в котором принимают участие 10 команд из Ямала и Югры, в том числе дружина «Газпромнефть» «Ноябрьскнефтегаза». В своем первом групповом поединке нефтяники в упорном противостоянии при абсолютно равной борьбе проиграли команде «Ямбурга-1-2». Во второй встрече «Ноябрьскнефтегаз» реабилитировался перед своими болельщиками, переиграв команду «Югорска-2-0». С таким же счетом команда «Газпромнефть» «ННГ» сегодня обыграла волейболистов из «Газпромдобычи» «Ноябрьск». От маленьких карманных до огромных сторожевых. Сразу 180 собак разных пород смогут видеть жители «Ноябрьска» уже в эти выходные. В городе пройдет региональная выставка четвероногих. В спорткомплексе «Прометей» тот, что в 15-й мехколонии, соберут собак из разных городов Ямала и Югры. Шоу начнется в 10 утра и будет длиться весь день. Организаторы отмечают, что все участники выставки привиты от бешенства. Заверенная справка-ответ врача – одно из главных условий выставки. Победители, а их определят как в классе щенков, так и ветеранов, ждут памятные кубки и подарки. А 13 октября в «Ноябрьске» соберутся автомоделисты. Здесь пройдет открытое первенство города по автомодельному спорту. Это так называемые гонки по бездорожью. Заявки на участие уже подали команды из городов Нижневартовск, Мегион, Сургут, Таркас-Алей и Губкинский. Отмечу, ноябрьская специализированная трасса для таких состязаний единственная в округе. Гонки начнутся в 11 часов на трассе в районе автошколы «Мотор». Организаторы соревнований ждут болельщиков и зрителей. Для них в перерывах между заездами организуют конкурсы. И это была завершающая информация о выпуске. Впереди вас ждет прогноз погоды. А я желаю вам всего доброго и приятных выходных. Зима наполняет мир красотой. Но порой за поворотом она прячет неожиданные сюрпризы. Какой бы ни была зимняя дорога, волшебный или непредсказуемый, вы спокойны за близких, когда впереди надежный ориентир. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вас ждут качественное топливо и теплый прием. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир на зимней дороге. 12 октября в Сальхарде облачно. Дождь со снегом. Ветер западный. Температура 1 градус выше 0. В Муравленко-Пасмурно. Небольшой снег. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду. Температура 2 градуса мороза. На ноябрьске облачно. Снег, метель. Ветер южный до 9 метров в секунду. Температура минус 2 градуса.